Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Здесь вы меня слышите. Мы вас слышим. Рада слышать и видеть вас. Прошу прощения, что меня не видно. Я несколько преувеличила силу местного Wi-Fi. Он не потянул. Аудио потянул, а видео не потянул. Поэтому будем словами с вами разговаривать. Нам достаточно и вашего голоса. Как я выглядела? Вы выглядите отлично. Мы взяли вашу хорошую фотографию. Впрочем, как и остальные ваши фотографии, видят зрители вашу фотографию, слышат ваш голос и видят нас с Ольгой. Екатерина Михайловна, для начала я спрошу именно про иногентский статус. Потому что там две вещи. Первое, это включение вас в этот список. Насколько вы ожидали, не ожидали таких вещей. Это понятный, очевидный вопрос для проформы. А второе, мы видим, что вы не ставите ту самую вещь, которая называется не очень цензурным словом, но предупреждение о том, что данные сообщения... Плашечка, плашечка. Плашечка, плашечка. Да, расскажите, пожалуйста, что вообще произошло и, значит, как это повлияло на вашу жизнь? Произошло это вечером в пятницу прошедшую, по традиции. Если вы помните, у нас иногенские пятницы были, так сказать, уже такими привычными на протяжении 2021 года. Потом случился некоторый перерыв с конца года, где-то по 1 апреля, что-то задумались с иногентами, а потом пошли уже, действительно, как вы, верно, заметили, расширяя социальный круг вовлеченных. Появился первый иногент-историк, первый иногент-региональный депутат, первый иногент-ученый, кстати, мой коллега Дмитрий Дубровский, преподаватель высшей школы экономики. И вот в прошлую пятницу уже и один, так сказать, иногент-видеоблогер Юрий Дудь и один иногент-кандидат политической науки. А что касается неожиданности, ну, действительно, вопрос, я бы сказала, не самый содержательный, но, конечно, что это меняет. Боже, это поразило меня, как удар молнии. Или я ждала этого с минут на минуту. Я не думаю, что кому-то есть дело до каких-то моих по этому поводу ощущений. А мне приходила, естественно, в голову такая возможность, когда я была еще в России, что это было бы, что называется, как это, напрашивалось устроить такую штуку. А для чего? В чем смысл этого самого иногентского статуса? Смысл в том, чтобы человеку было максимально трудно и хлопотно высказываться, выступать, быть приглашаемым куда бы то ни было, быть цитируемым где бы то ни было, потому что каждый раз нужно ставить эту самую звездочку на неполную плашечку, но, тем не менее, звездочку. А также для тех людей, которые зависят от рабочих мест в России, это еще и большое затруднение возможности просто честно зарабатывать себе на жизнь. Потому что не всякий работодатель возьмет такого, например, журналиста. До этого все было до расширения кругововлеченных. А в основном это были все-таки журналисты. И на агентство сопряжено с целым рядом бессмысленных хлопот, которыми надо почему-то заниматься. Это вот плашечка, это отчетность, это учреждение ООО, общество с ограниченной ответственностью. В общем, что называется, есть чем заняться. В результате этого по замыслу организаторов такого рода мероприятия человек должен как-то вот заткнуться и дальше уже в публичном пространстве не фигурировать. Вот такая, собственно, нехитрая мысль. А физлиции на агенты довольно массово, ну то есть, опять же, не то чтобы массово, но в большом проценте уезжают. Со мной получилось несколько наоборот. То есть я сначала, так сказать, задекларировала себя, уехавши на стажировку, а через буквально там три дня мне вот такой привет пришел. В этом тоже своя логика есть, на самом деле, даже какая-то такая лежащая на поверхности. Ну раз я не в России, то, наверное, все люди, которые не в России, находятся в той или иной степени. Иностранные агенты. А это вот что касается ожидаемости и неожиданностей. Что касается плашечки. Ну я еще иноагент, так сказать, свежий, только начинающий, поэтому я в размышлении. Я нахожусь в размышлении и, значит, советуюсь с людьми более опытными. А, значит, там же список, 142 человека, богата Русь иноагентами. А поэтому те, кто в верхней части, у кого номера, так сказать, там, одинарные или двузначные, они, естественно, чувствуют свое превосходство перед теми, кто уже где-то там в хвосте. Я 136, мой номер 136. А 142 Ёлкин, если не ошибаюсь. А вот так это выглядит на нынешний момент. Так вот, меня консультируют, я советуюсь, как там, каким именно образом лучше себя вести. Понятная вся эта последовательность, несоблюдение, любое несоблюдение этого абсурдного законодательства влечет за собой, может повлечь административный протокол при повторности и уголовное дело, а может и не повлечь. То есть вот тут в чем, так сказать, прелесть размытых законодательных норм, о чем я много лет рассказывала городу и миру, произвольное правоприменение. Уголовных дел еще не было. Такой и такой практики пока не возникло, но ничто не помешает ей, естественно, возникнуть. Административки тоже, что называется, не частые. Вот именно за несоблюдение. То есть пока предполагается, что это некий знак, который человек сам должен, скажем так, воспринять. А я обращала внимание еще до того, как это меня непосредственно коснулось, что те люди, которые в России, они плашку ставят, когда уезжают, как, например, Сергей Смирнов из медиазоны, тут же и, значит, начинают себе позволять. А начинают ее уже не ставить. А в случае, кстати, с Сергеем Ёлкиным будет, может быть, интересный прецедент, когда придется маркировать этой надписью карикатуры, рисунки. Такого еще не было, да. Всякая публично публикуемая продукция должна быть этим обозначена. То есть если у меня выходит научная статья, то там тоже должно вот это вот быть, что тоже, как вы понимаете, звучит диковато. А до этого ученых еще не было в списке. Вот Дубровский, как я сказала, первый. Поэтому я не знаю, как мы будем обходиться. А если это публикация в иностранном научном журнале, что, в общем, в последнее время гораздо чаще случается, чем публикация в русской академической печати, они не будут заниматься ерундой и ставить какие-то абсурдные совершенно оповещения. В общем, многое как это. Многое предстоит нам еще узнать. А я пока... Да, да. Много действительно нюансов. Я просто... Давно мы с вами не виделись. Отвык немножко и действительно забыл, что задав один вопрос, можно в целом больше не услышать ответ ни на какие другие. Поэтому хочется... Да, можно уже ждать всю, целую пару. Да, пользуясь случаем, хочется спросить, конечно, не только про ваш статус, потому что ваш статус, в смысле, как и передача, так и теперь статус инагента, это, конечно, ну вот часть большой компании, которую мы видим развернувшись. То есть мы видим, что количество и качество при прессе, которое применяется, оно драматически изменилось в это военное время. Поэтому очень хочется узнать от вас, как от человека, который достаточно много раз объяснял про гибридность этого режима, его трансформацию, попытку симулировать некоторые вещи и следить за этой симуляцией, поменялся ли этот режим и ваша его оценка именно в преломлении того, какими инструментами он пытается управлять обществом. То есть теперь кажется, что это больше не пропаганда, а все-таки такие полноценные, полновесные штыки, дубинки и цензура. Пропаганда и репрессии две верных подруги не ходят одна без другой. Никогда не было такого периода, когда бы пропаганда не сопровождалась репрессиями, а репрессией пропагандой. Это, как вы понимаете, элементы одного механизма. Смотрите, что касается режимной трансформации, вот сейчас отвлекаясь от всего, что называется, человеческого, а в себе и в окружающем. Дело не в репрессивности как таковой, многие политические модели убивают людей в разных количествах. Как ни грустно это покажется, репрессивность скорее связана, бывает, с политической культурой, исторической традицией, политическим моментом, чем, собственно, с режимной природой. Но если мы вот смотрим, трансформируется ли у нас авторитаризм в тоталитарную модель, а мы смотрим на это, как вы понимаете, очень внимательно, то здесь мы будем не столько даже смотреть на то, сколько у нас привлечено по административным протоколам, сколько по уголовным делам, а тем более, что инструменты, репрессивные инструменты специфические, пока все прежние. Какие были, такие они остались. Они применяются чаще, они применяются более массово, но они те же самые. Опять же, не хочется никого терроризировать дополнительными историческими параллелями, но когда в Советском Союзе начался большой террор после убийства Кирова, то этому предшествовало изменение форм правосудия, то есть появление троек, ускоренных судов, рассмотрение дел без защитников, приведение приговора в исполнение немедленно. До этого такого не было. Хотя, как вы понимаете, никто не скажет, что советская власть до 1934 года не была репрессивной. Она такова была в 1917 году и не переставала быть таковой. Но вот это был переход на некий качественно новый уровень, после чего действительно развернулся в памятной в истории большой терроризм. У нас пока формы остаются прежние, но применяются, что называется, энергично. Из нового, вот прям вот действительно нового, я бы отметила никакие не репрессии, ни новых иноагентов, а попытки установить идеологию в школах, в вузах тоже, но в школах. Это вот прям совсем новая штука. И попытки же вовлекать граждан принудительно в активное политическое участие. То есть принуждать к выражению согласия. Вот это тоталитарные штуки, понимаете, а не посадки. Еще раз повторю, много кто, много кого сажает в разных ситуациях. Но свойством тоталитарного политического режима является общеобязательная идеология, являющаяся единственным содержанием системы образования. Все остальное там в системе образования для красоты или для военно-промышленного комплекса. А главное – это идеологическая индуктринация. Кроме того, при тоталитаризме нельзя быть вне политики, нельзя быть индифферентным. Надо участвовать. Вот в этом странное сходство демократии и тоталитаризма. И те, и другие стоят на участии. Только в одном случае оно добровольное и разнообразное, а в другом случае оно принудительное и монополистическое. Вот сейчас мы видим именно, что попытки вот из нашей этой авторитарной машинки, которая, да, может доставлять разным людям разного объема неприятностей и даже травить политических противников всяким ядом, но которая воспитывает вот этого политичного оппортуниста. Есть попытка как-то перевернуться через голову и обернуться вот таким вот более, скажем так, фашизоидным режимом, в котором все одобряют, маршируют, жертвуют, в котором людям предписывается именно не, так сказать, нейтральность, не неучастие, типа не лезьте в политику, занимайтесь своей жизнью, а им предписывается жертвенность. Вы должны сократить потребление, затянуть пояса, потому что есть вещи важнее, чем ваше благополучие. Вот это, еще раз повторю, новая вещь. Поэтому надо смотреть внимательно, как оно полетит, и полетит ли. Екатерина Михайловна, а скажите, пожалуйста, а вот является ли только пропаганда и политический строй виновниками этого, или есть какой-то все-таки социальный запрос на жестокость у людей? Не совсем поняла вопрос. Чего именно причина является пропаганда или не пропаганда? Ну, того, что у нас, собственно, происходит в стране, виновниками того, что у нас какая-то часть населения поддерживает эту войну, то, что вообще эта война идет, то, что вообще Путин президент в целом, вот этой всей структуры, в которой мы с вами раньше жили, сейчас уже получается, что не совсем. То есть является ли это каким-то искусственно наведенным уроком, либо объективной социальной реальностью? Ну, да, да, да. Ну, слушайте, понятно, что и тем, и другим. Ростка антенда чрезвычайно велика, и она прежде всего состоит вот в том, что мы с вами сейчас говорим о том, что сколько именно людей поддерживает вот это вот все. При том, что мы этого знать, ну, никак не можем совсем. У нас нет инструментария. У нас нет независимости социологии, и главное, что у нас нет того респондента, которого мы могли бы спокойно спросить и получить от него ответ относительно его политической позиции. Поэтому, кстати, действительно, так сказать, заглушая всякого рода альтернативные голоса, пропаганда создает ощущение единомыслия. А дальше люди присоединяются к этому большинству, которое им нарисовали. Это вот, что называется, задача пропаганды номер один. Сказать, что все, все вот думают так, ты один отщепенец, отщепился. Люди не любят быть отщепенцами, они любят быть хорошими, следовательно, присоединяться к большинству. Но понятно, что и объективная социальная почва не может не существовать под порядком вещей, которые продолжаются 20 лет. Правда, справедливости ради надо сказать, что это очень разный был порядок вещей. Такого, как сейчас, не было еще. Вот я, собственно, это постаралась вам описать в ответе на предыдущий вопрос. Вот это новое. Мы же всегда, опять же, пока, может, иные агенты, но все-таки пока еще политологи, мы всегда смотрим вот на новое. На что-то, что, так сказать, появилось, а раньше его не было. Вот на эту самую трансформацию. То, что было, оно может быть ужасным, прекрасным, но оно уже было и есть, оно нас не так сильно интересует. А нас интересует изменяющиеся. Вот это вот, скажем так, вот это новое отношение к гражданам, как к кому-то, кто должен вложиться в общегосударственную победу. Это новое. Приставание к детям очень активное. Это тоже новое. И попытка изобразить на ходу некую идеологию, что вот мы, так сказать, мы страна, несущая смерть, и мы все должны этому как-то радоваться. В общем, типа, готовьтесь умереть и гордитесь этим. Это новое. Поэтому, если под этим нефтируется специальная реальность, мы еще должны посмотреть. Это нам покажет практика. Какова есть критерия истины. Если мы обращаем внимание на новое, то хочется спросить про совсем новое, точнее, еще не случившееся. То есть, некоторый прогноз вот в каком смысле. Скажите, пожалуйста, мы часто здесь обсуждаем, не в смысле с вами, а в смысле вот и на нашем канале, и на других ресурсах, о том, почему происходит эта война. Это довольно чудовищная война. Вот прям настоящая война в Европе. С убийством людей, с военными преступлениями и всем остальным. И мы часто пытаемся залезать в голову к Владимиру Путину, что дело популярное, но весьма неблагодарное. Поэтому хочется спросить у вас с точки зрения режима, который выстроил Владимир Путин, а идет ли эта война этому режиму на пользу, и будет ли он пытаться продолжать ее любой ценой? Не Владимир Путин, а та система, которую он создал. Или же эта война идет вопреки тому, что он выстроил? В голову залезать не будем, и раньше не занимались этим, а теперь тем более не займемся. Но вопрос на самом деле интересный, и я бы сказала, сущность, как любил говорить Дмитрий Сергеевич Песков, субстантивность. Вообще, наша политическая реальность и жизнь наших политических элит была построена совершенно другой основе. Они, что называется, жили не для этого. Другое дело, что начиная уже с 2012 года, когда в ответ на самые первые санкции, дело Магнитского и санкции, связанные с этим делом, было запрещено негласно сотрудникам правоохранительных органов и МИДа выезжать за границу на отдых, начиная с 2012 года, в течение 10 лет происходило замещение этих самых элитных кругов с теми людьми, которые уже не были связаны с заграницей, которые уже понимали, что им за рубеж хода нет, и они заперты внутри России, но зато здесь им все можно. Здесь у них есть все возможности. Они все равно пытались детей отправлять как-то учиться жить все-таки в какие-то европейские, американские и прочие места, но тем не менее. А вот эта схема, тут зарабатываем, там прячем и туда перевозим семью, стало менее универсально. Поэтому, ну скажем, не то чтобы полностью поэтому, но это одна из причин того, что вот этот слом его привычного жизненного уклада, еще раз повторю, не граждан, а именно элит, а не привел к тому, что они как-то немедленно взбунтоват. Я вообще не знаю исторических примеров каких-то немедленных бунтов и переворотов, когда вот только что-нибудь там тот или иной правитель задумал то, что нехорошо кончится, и тут же сразу его и табакерчат. Сначала надо, чтобы до самых опасливых дошло, что продолжение, а статус-кво для них опаснее, чем его разрушение. Дело ведь все в этом. Каждая элитная группа, так же, как всякая социальная группа, не задавая себе этого вопроса, решает именно его. Мне лучше, чтобы оставалось, как было, или мне лучше, чтобы что-то поменялось. Вот обычный человеческий, конформистский ответ состоит в том, что мне лучше, чтобы оставалось, как было, потому что, может, мне сейчас не очень хорошо, но от изменений мне будет еще... Это вот рефлекторная реакция. Она некоторое время длится. Пока еще, так сказать, лишения и страдания, которые предстоят, еще раз повторю, элитам, а не гражданам. Гражданам они тоже предстоят и уже начались, но их пока никто не спрашивает. Так вот, эти лишения и страдания пока скорее в предвидении, в предчувствии, в воображении, чем в реальности. Спасибо. Спасибо вам большое. Екатерина Шульман, политолог, была с нами. И в среду, я надеюсь, она будет с нами не только голосом, но мы сможем и на нее воочию посмотреть. Спасибо большое, Екатерина Михайловна Шульман, которая с нами была на связи. Продолжение следует...